И вот пересмотрев, я охренел настолько, и с каждым годом продолжаю испытывать этот процесс, как только подумаю об этот фильм. Ну, и вчера, рассматривая его под карандаш, разбирая его с точки зрения социальной философии, истории, ретроспективного взгляда на наше прошлое, я понимаю, насколько Данелли прозрел будущее. Хотя вряд ли он это осознавал, что он что-то там прозревает. Просто это художник. Художник – это зеркало. Любой хороший художник – это хорошее зеркало, которое смотрит на окружающий мир и отражает его, демонстрируя нам. Но в 1976 году в этой чудовищной точке слома, как это говорят – точки бифуркации, были такие разные варианты развития нашего будущего, что вот и наиболее вероятное, которое было наиболее художнику близко, оно оказалось чрезвычайно прозорливым. Очень много показало нам из того, что ещё не случилось, но обязательно случится. И кинза-дза – это 400% выражение ожидания нового. Которое, как всем тогда казалось, будет лучше, чем старое. Гораздо лучше. Но симптомы были такие, что могло получиться по-всякому. И более того, оно получилось. Вы знаете, там есть сцена одна в этой кинза-дзе. Почти незаметная, но задаёт в сегодняшнем звучании крайне современный дух этого полотна. Дядя Вова курящий, у него с собой пачка сигарет «Космос». Вот когда сигареты кончаются, в очень драматическом моменте повествования он просто достаёт эту пачку, скомкивает и выбрасывает. Вот там лежит смятый «Космос» на помойке. Вы понимаете, как это сейчас созвучно? С этим смятым «Космосом» на помойке. И где оказываются советские люди. Это противопоставления просто великолепные. В том месте, где они окажутся буквально вот-вот. Это в 1986 году вышел фильм «1989 год. Закон о кооперативах». Закон, отменяющий в том числе неконвертируемость. Принципиальную неконвертируемость рубля. Рубль делается ещё одной международной валютой. Попадает в международную макроэкономическую систему. И можно торговать. Можно торговать. И вдруг советский человек, который поколение уже не знал, что такое этот торгашеский мир. Оказывается, в мире, где всё продаётся и всё покупается. И ничего вообще нету, кроме того, что продаётся и покупается. Три года нам оставалось спокойной жизни. На самом деле, даже чуть меньше. Вот с 1986 до 1989. И вдруг выясняется, что советский человек там жить не может. Он может там выживать, если он такой молодец, как актёр Любшин, который играет Владимира Николаевича. Но жить в этом мире советский человек, оставаясь советским человеком, не в состоянии. И они. И они.